Добрый день, в эфире новости в студии Джанал Мэрзад Юшинбекова. Обратно на родину. Казахстан вернул кыргызские гранаты и хурму, яблоки и груши, виноград и картофель. Всего почти 500 тонн фруктов и овощей. Об этом сообщили в Комитете ветконтроля и надзора Минсельхоза нашей республики. Казахские проверяющие объяснили это тем, что обнаружили в плодах вредителей, таких как черевец, плодожорка, нематода, азиатская ягодная муха и даже картофельную моль. Не доехала до потребителя и радужная форель одного из местных хозяйств. 3,5 тонны рыбы и еще 15 килограммов икры подлежат уничтожению. На продукцию, как заявили казахские ветинспекторы, с нарушением оформлены ветсертификаты. На этом же основании в Алмате уже уничтожены 128 килограммов сыра кыргызского производства. Сотрудники Комитета ветконтроля и надзора установили, что завод-производитель не входит в список компаний, имеющих право на поставку продукции в Казахстан. То, что казахская сторона предъявляет нам, что обнаружили азиатскую ягодную дрозофилу, это у нас такой объект не присутствует. Мы официально сделали в казахскую сторону запрос, до сих пор не получили. Они должны нам дать заключение лабораторного анализа и те фитосанитарный сертификат, который от нас был выписан, и акт возврата. Мы официальный запрос до сих пор не получили. В 23,5 тысячи долларов в сутки обходится простой большегрузов, ожидающих своей очереди для прохождения контрольно-пропускного пункта на кыргызско-казахской границе. По словам министра экономики Артема Новикова, чтобы провести расчеты, были опрошены 349 водителей. За 5-6 дней в финансовом плане они потеряли 180 тысяч долларов. Сюда вошли незапланированные траты на дистопливо, на питание, а также штрафы за несвоевременную доставку грузов. Свои подсчеты сделали и сами перевозчики. Однако в озвученную ими сумму вошли траты только на дополнительное топливо и питание. Так, в среднем, простой одной машины обходится в 100 долларов. Одна из логистических фирм оценила свой ущерб в 5,5 миллионов сумм с момента усиления режима на границе с Казахстаном. Но это лишь транспортные расходы. Предприниматели назвать какие-то суммы пока не могут. Это будет видно после разгрузки товара и установления количества испорченной продукции. Кроме того, по мнению представителей бизнес-ассоциаций, порожние фуры, согласно заявлению казахской стороны, должны были беспрепятственно проходить границу. Однако, они так же, как все, стоят в очереди и проходят проверку. Я буквально в субботу разговаривал с владельцем компании, говорит, у меня 5,5 миллионов сумм потери. Это транспортная компания. Они на перевозках имеют 5,5. Но эта компания вместе оплачивает полмиллиона сумм налогами. Мы требуем, чтобы нас освободили, пострадавших добросовестных налогоплательщиков, освободили от обязательств по налоговым и социальным отчислениям, то та компания, которая потеряла 5,5 миллионов сумм, если будет разработан этот механизм, то он полмиллиона сумм уже будет в месяц экономить. Двинутся те машины, которые еще стоят на стоянках, ожидают решения ситуации. Потом наплыв груза из Китая, потому что сейчас идет пересезонка. По-любому людям придется ехать в эту колонну и стоять в очереди, занимать в очереди. Люди, которые стоят с самого начала, мы следили, чтобы пройти, прождать всю колонну, занимают около пяти дней. Если Кыргызско-Казахская граница, именно сторона Казахстана будет работать в том же темпе, то, естественно, мы не успеем по всем поставкам, и это будет грозить кризисом. Вода – товар или неприкосновенный ресурс общего пользования. Накануне в парламенте прозвучало предложение разработки закона, позволяющего Кыргызстану брать плату соседей за пользование нашей водой. Реки, которые берут начало в Кыргызстане, обеспечивают влагой не одно государство. Этот вопрос, к слову, муссируется уже долгие годы. Были как противники, так и сторонники этого закона. Однако аналитики уверены, что если Джогур Кукинеш примет такой документ, серьезных международных конфликтов будет не избежать. Мнение экспертов выслушал Игорь Потанин. Поводом задуматься над вопросом, а не начать ли нам продавать воду, стала ситуация на границе с Казахстаном. Соседи, находясь в низовье наших рек и регулярно получают влагу из этих источников. Усложнение обстановки на приграничных пунктах пропуска навело парламентариев на мысль, а не воспользоваться ли этим рычагом воздействия. Заодно и денег страна может заработать. В мире государства используют нефть и газ как экономическое оружие. А у нас есть вода. Но я не говорю использовать ее как экономическое оружие. Но согласно международным нормам, мы должны продавать воду как товар. Например, в реку Нарын ни с одного государства нет притоков. Но ее используют другие страны. Мы свое основное богатство как товар должны учитывать. Поэтому дайте конкретное протокольное поручение правительству. Мы свое богатство на основе международных соглашений основным товаром должны использовать. Если правительство не возьмет на себя законопроект, то депутаты готовы по воде новый закон принять. Вопрос, что такое вода, товар или неприкосновенный природный ресурс, обсуждается в Центральной Азии с начала 90-х годов. Во многих странах мира эта практика уже давно применяется. Академик Асобия Кайдералиев говорит, что обращался с таким предложением к чиновникам. Однако эту идею Кыргызстан так и не смог реализовать. В 2002 году я принял участие в глобальном саммите по устойчивому развитию Йоханнесбурга. И получилось так, что совместно с группой экспортов ООН я полетел в Лесота. Это анклав на территории Южноафриканской республики, горный регион. И нам показали электростанцию, которую построила ЮАР. По договору с Лесота, огромная плотина, производят электричество. А воду они покупают. Построен водовод большой в Йоханнесбург. Но расплачивается электроэнергия. И это был проект, который курировал Семирный банк. Который установили конкретно, сколько стоит вода. Проработали. И этот материал я привез с собой и передал в администрацию президента. И так на этом все дело, не зная, где это находится. Как-то это никого не заинтересовало. Однако у ряда экономистов на этот счет совсем иное мнение. Геополитическая картина сегодня складывается таким образом, что торговать водой Кыргызстан просто не сможет. Вводить такие правила нужно было на заре независимости. Сейчас все потенциальные покупатели уже подготовились к возможным проблемам с водой, построив на своей территории водохранилище. Это поможет им несколько лет не переживать за объемы воды в реках, текущих из Кыргызстана. Поэтому, выставив счет, страна окажется в гораздо более сложных экономических условиях. В контексте превращения воды путем электролиза в водород и продажи потом водородного топлива воду можно продавать. В контексте пресной воды, бутилированной воду можно продавать. А в контексте рек, ну даже вот в Евросоюзе, да, этот вопрос поставлен так, что доступ, прохождение по рекам продается, регулирование высоты рек продается. Ну, воду в кубометрах как бы не продают, да. А экономически нам было бы выгодно ее продавать. Но, опять-таки, как, да, вот этот вопрос еще пока оставляет много неясностей. Если этот вопрос будет прояснен, то да, доступ можно продавать. Но я не думаю, что это будет очень большая оплата и большой экономический эффект. Да и политической выгоды в этом законе нет никакой, говорят эксперты. Соседние государства уже и прямо, и косвенно намекали Кыргызстану, чтобы не шутили с водными ресурсами. В противном случае наша страна может получить серьезный силовой ответ. Да и с точки зрения двухсторонних отношений не время сейчас выставлять ультимативные условия. Поэтому я считаю, что подобные инициативы, они буквально непродуманные. И это чисто популистские. И никто не думает о последствиях. И новому президенту, новому правительству придется очень тяжело, если вдруг парламент насерьезно, серьезно будет поднимать этот вопрос. Это мгновенно аукнется над той напряженной обстановкой, которая сложилась на киргизско-казахской границе. И это приведет к обострению отношений с Узбекистаном, с которым мы только-только вроде наладили нормальные дружеские отношения. Эксперты надеются, что депутатам хватит благоразумия не использовать вводный вопрос в политическом шантаже. Сейчас единственный путь решения вопросов с соседями – это дипломатические переговоры. И вести их нужно независимо от того, насколько сложно даются эти контакты. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС. Фанатик, но не религиозный человек, подозреваемый в убийстве милиционера, был игроманом. Версию о том, что к убийству сотрудника Первомайского РУВД Уларбека Майрамбекова причастные члены ИГИЛ также пока проверяются. Между тем, оперативники сообщают о задержании предполагаемого виновника 26 лет. Безработного, с их слов, молодой человек страдал лудоманией и пропадал в игровых клубах. Погибший сотрудник взял парня в разработку. Предполагается, что подозреваемый намеревался совершить кражу, но Майрамбеков выследил его, тогда же и погиб. Сообщается, что задержанный свою вину уже признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Как пояснил сам задержанный, в тот вечер у него просто, говорит, денег не осталось. И он, не зная, что делать, пытался либо же совершить какое-то противоправное действие, таким образом добыть деньги. Но на пути его преступных умыслов оказался сотрудник милиции. Сейчас, в настоящее время, в общем, он допрашивается и уже в своих показаниях дает признательное данное. Обвал настройки объекта, возводимого компанией «Авангард Стиль», стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Злоупотребление служебным положением» и «Служебный подлог». Как сообщили в Генеральной прокуратуре, должностных лиц Управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции и отдельных работников фирмы-застройщика обвиняют в подделке документов. Установлено, что надзор ведомством за этапами строительства 14-этажного дома не производился. В результате, строящийся объект, расположенный на пересечении Южной магистрали и Сухибатора, обвалился, чтобы скрыть допущенные нарушения уже после ЧП, в котором, напомним, пострадало 11 человек. Чиновники составили подложные акты о выполненных этапах работ. Вода, как выяснилось, не всегда жизнь, по крайней мере в Кыргызстане. 88% инфекционных заболеваний у кыргызстанцев связаны с питьевой водой. Такие данные приводят специалисты Департамента профилактики заболеваний и Госсанопеднадзора. Они считают, что пора утвердить правила гигиенической безопасности полимерных материалов, применяемых в системах питьевого водоснабжения, а также ужесточить нормы за соблюдением безопасности объектов водоснабжения. Руководить культурной сферой в жизни Кыргызстана возможно доверят Султану Джумагулову. Кандидатуру известного журналиста и бывшего директора общественной телерадиокомпании, как сообщается, уже одобрил профильный парламентский комитет. К слову, в качестве претендентов на место министра культуры, информации и туризма претендовал известный юморист Кумендар Абылов. Также звучали предположения насчет главы отдела по соцвопросам аппарата президента Эльвиры Сариевой и драматурга Султана Раева. Тугольба Казаков, напомним, в минувшую субботу сообщил об увольнении по собственному желанию. Его уходу предшествовала череда скандалов с захоронением боткенской мумии, пропажей более 500 экспонатов из исторического музея, а также присуждением наград и званий ряду молодых артистов. Лев на поводке в центре Бишкека. Неравнодушные бишкекчане сообщили в соцсетях о том, что некий гражданин просит за фотографию с маленьким львенком 200 сомов. Очевидцы сумели снять на телефон, как животное ведут на поводке у рынка по улице Московской. Ранее его видели у торгового центра на проспекте Айтматова. Большинство назвали это живодерством и потребовали от соответствующих служб выяснить, как лев оказался в частных руках и обеспечить животному нормальные условия содержания. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.